Однажды, не засыпайте, ладно, где-то в Индии, в период сильной жары, один торговец ходил по деревням и продавал шляпы. К полудню он сильно устал и сел под деревом, развернул свёрток с едой и пообедал, а вскоре задремал. Когда он проснулся, то с ужасом обнаружил, что все шляпы исчезли. Он огляделся вокруг, где шляпы, где мои шляпы, но нигде не мог их найти. Чисто случайно он поднял голову и увидел на деревьях целую стаю обезьян в шляпах. Он закричал на них, в ответ они закричали на него. Он вопил, он вопил, он бронил их, они бронили его. Он хватал всё, что попадалось под руку и бросал в них. Они тоже хватали всё подряд и бросали в него. От безысходности, не зная, что делать, он сорвал с себя шляпу и в отчаянии швырнул её на землю. Все обезьяны сняли шляпы и побросали их на землю. Мужчина собрал шляпы и продолжил свой путь. Это случилось в начале 20 века. Шёл ноябрь 2009 года. Другой торговец продавал шляпы в летний сезон и однажды в полдень устроился под деревом. Развернул свёрток с едой, пообедал и вскоре заснул. Когда он проснулся, шляпы исчезли. Он не стал оглядываться, а посмотрел прямо вверх. Все обезьяны сидели в шляпах. Он скачал и начал кривляться. Обезьяны кривлялись в ответ. Он строил им смешные гримасы, а они строили гримасы ещё смешнее. Он дурачился перед ними как мог. А потом сорвал с себя шляпу и швырнул её на землю. Вожак стаи спустился вниз, поднял с земли шляпу, подошёл к торговцу и отвесил ему крепкую пощечину. «Дурак! Ты что думаешь, только у тебя был дедушка?» Существуют научные свидетельства того, что эволюция обезьян продолжается. Чего не скажешь о людях. Потому что человеческое существо не может эволюционировать неосознанно. Когда вы были обезьянами... Простите, это не мои слова, так сказал Чарльз Дарвин. Это не я. Я не называю вас обезьянами. Чарльз Дарвин сказал, что вы все были обезьянами. Но у вас отпал хвост, и вы превратились в людей. Когда вы были обезьянами, у вас не было желания стать людьми. Природа просто двигала вас вперёд. Но став людьми, вы можете либо развиваться осознанно, либо стагнировать. Вот и весь ваш выбор. Вы не можете эволюционировать неосознанно, потому что то, что называется человеком, не является устоявшимся состоянием. Поймите это. Все прочие существа пребывают в устоявшемся состоянии того, кто они есть. Человеческое состояние не является устоявшимся. В этот миг вы подобны богам, а в следующей можете стать как животные. Не так ли? Не так ли? Человек — это изменчивость. Вы можете быть всем, чем захотите. В этом и заключается человеческая борьба. Сейчас люди страдают не от своих ограничений, а от своей свободы. Вы можете выбрать, кем вам быть прямо сейчас, в этот миг. Вы можете выбрать, каким вам быть прямо сейчас внутри себя. В этом заключается ваша борьба, не так ли? Если бы ваша жизнь была такой же устоявшейся, как у животных, перед вами не стояло бы столько сложностей. Вы не испытывали бы столько боли и страданий, сколько сейчас испытывают люди, не так ли? Посмотрите на тигров. Тигр не задается вопросом, «Как мне стать хорошим тигром?» «Как же мне стать хорошим тигром?» «Может быть, мне поступить в тигриный колледж?» И ему достаточно просто хорошо питаться. Если тигр хорошо питается, он станет хорошим тигром. Не так ли? Вы не такие. Вы родились людьми. Чтобы стать хорошим человеком, столько всего нужно сделать. Что бы вы ни делали, до самого конца вы не знаете, получилось у вас или нет. Да или нет? В социальном плане, в отдельном социуме, глядя на людей, вы можете сказать, «По сравнению с этим человеком я лучше». Но сами по себе вы не знаете, насколько вы хороши, не так ли? Потому что человек не находится в устоявшемся состоянии. У всех других существ их состояние неизменно. Если они будут хорошо питаться, то будут собой. Если вы будете хорошо питаться, то максимум ваше тело будет расти. Больше ничего вас не ждёт, не так ли? Ко всему остальному нужно стремиться, потому что природа предоставила вам свободу быть теми, кем вы хотите. Прямо сейчас человечество страдает не от ограничений, а от своей свободы. Если вы страдаете от своей ограниченности, это довольно плохо, но нормально. Потому что если вы будете страдать от своей ограниченности, вам захочется стать свободными. Если вы страдаете от своей свободы, это трагедия, не так ли? Не так ли? Когда вы страдаете из-за своей свободы, это трагедия. Потому что как можно избавиться от свободы? Можно избавиться от ограничений, но как избавиться от свободы? Я могу связать себя по рукам и ногам. Пожалуйста, вспомните, как только вы не пытались ограничить себя, вы пытаетесь найти свободу. Вы пытались избавиться от свободы. Нельзя преодолеть свободу. Преодолеть нужно только ограничения. Но ведь от свободы нельзя избавиться, не так ли? Свобода — это благословение, если вы это осознаёте. Свобода — это проклятие, если вы этого не осознаёте. Так что не проклянете свою свободу. Вам просто нужно стать более осознанными, начиная с внимания к тому, как это работает. Если вы станете осознанными, свобода окажется для вас чем-то фантастическим. Это так прекрасно. Вы можете быть такими, как захотите. Прямо сейчас, внутри себя, вы могли бы стать такими, как вам хочется. Ни одно животное, ни одно живое существо не обладает такой свободой. Только человек, не так ли? Должны ли мы ею воспользоваться? Не совершая выбор, оставаясь компульсивными существами, вы не можете назвать себя полноценными людьми. Вот почему я сказал, что это эволюционная проблема. Только когда вы можете делать всё по собственному выбору, вы можете сказать «Я человек». Потому что человек, по сути, означает, что он выбирает, каким ему быть. Компульсивные люди являются такими же, как и любые другие существа, биологическими. Вот и всё, и ничего больше.